Рыбы дорогие, здравствуйте! Давно мы с вами не виделись и сейчас у меня появилось время. Я с удовольствием сделаю для вас второй прогноз. Давайте же узнаем у карт, что ждет людей под знаком зодиака рыбы с 14 по 20 августа. Рыбы. У вас очень классная неделя. Во-первых, сейчас будет такой благоприятный период для новых знакомств. Если вдруг вы одиноки, самое время зарегистрироваться на сайте знакомств и начать ходить на свидания. Просто начните. Если вы давно не ходили ни на какие свидания и уже отвыкли, уже забыли, как общаться, проводите абсолютно скучные, одинаковые, однообразные вечера, просто начните выходить со всеми подряд. Для того, чтобы вылезти из своей скорлупы и начать как-то жить уже по-новому. Да, первое время вы можете себя неловко чувствовать, но вам и не нужно сейчас работать на качество, грубо говоря. Вам надо работать на количество, чтобы вы привыкли, что вы ходите каждый день на новые свидания, знакомитесь с новыми людьми и заново учитесь общаться с ними. Вот что вам нужно. Если, допустим, у вас есть уже отношения, и вам не нужно искать никого нового, то вам необходимо привнести новизну в ваши отношения. Вот, то есть вспомните, как было прекрасно, когда у вас всё только начиналось. Вспомните, как вы проводили время, что приятное вы друг другу делали, потому что рутина засасывает, всё приедается, люди пересыщаются, перестают друг друга уже уважать, обожать, любить, так как в первые месяцы знакомства мы смотрели друг на друга, через 10 лет это уже всё уходит, потому что быт затягивает, или даже 10 лет ждать не надо, всё гораздо быстрее происходит. Вот, поэтому здесь даже в имеющиеся отношения важно привнести новизну, как бы освежить чувства и всё прочее. Вот, если, допустим, у вас отношения только начались, как бы, да, вы не хотите никого нового искать, и ещё не присытили друг другом, то просто наслаждайтесь, просто наслаждайтесь, это прекрасный период для того, чтобы вот этим наполняться, напиваться. Вот, всё классно, как бы это всё делаете. Вот, но что карты вам рекомендуют? Карты вам рекомендуют, единственный важный, да, такой момент, не быть легкомысленными по отношению к вашему партнёру. Вне зависимости от того, серьёзные у вас отношения, или, может быть, вы просто любовники, да, или, может быть, вы там просто, ну, у вас какие-то договорные там отношения. Вне зависимости от этого не будьте легкомысленными, ну, не обижайте, относитесь более трепетно к сердцу вашего партнёра, потому что на этой неделе можно, ну, поранить человека, ну, сами того не ведая, как бы, ну, не специально, не умышленно, а вот как-то, там, словом каким-то причинить боль или каким-то неосторожным поступком. Поэтому будьте осторожны и, как бы, берегите, берегите другого человека. Вот, и если вы так будете внимательно относиться к другому человеку, то, поверьте, он обязательно ответит вам, ну, не просто взаимностью, а он вам даст даже больше. Это касается вот, ну, всех, да, как бы, вариантов, которые я обсуждала. И если, допустим, у вас, вы только идёте с кем-то знакомиться, общаться, будьте внимательны к человеку, не старайтесь его обидеть, даже если вам там что-то показалось не очень там нормальным. Наверняка вот у всех, кто ходили на свидание, познакомившись на сайте знакомств, обязательно были истории каких-то там странных девушек, странных парней, ну, с которыми вы точно никогда не будете строить отношения, но с удовольствием можете там злыми языками с подругами, с друзьями там пообсуждать это всё. Ну, то есть люди бывают странные, это факт. И у всех, наверное, хоть одно неудачное свидание было. Но просто поймите, что люди все разные, у всех разные там какие-то могут быть комплексы, мировоззрения, травмы. И если человек вам непонятен, ну, просто тоже есть на это какая-то причина, почему он так себя ведёт странно. И будьте бережными к нему. Не надо там конфликтовать, не надо обижаться, не надо думать, что он там дурак или она там дура. Как бы нет, просто будьте бережны к человеку. И это очень важно. Это очень важно, потому что, ну, и про вас никто потом плохо не скажет. Вот, также, если это ваши какие-то постоянные отношения, которые вы уже давно имеете, тоже, ну, разные бывают ситуации, но на этой неделе важно вот быть бережным. И ваш партнёр это оценит. Поверьте, вот сейчас очень важно, вам вернётся вот в многократном размере ваша доброта, ваша любовь, ваше какое-то где-то снисходительное отношение к слабостям другого человека, к эмоциям другого человека. Обязательно. Поэтому на этой неделе важно быть с открытым сердцем, добротой и любовью ко всем окружающим, живым людям, живым существам, я хотела сказать. В общем, вы поняли, да, мою мысль? Это очень важно. Отдавайте любовь, просто светитесь, горите любовью. И это то, что сегодня нужно вам и вашим окружающим. Такой вам прогноз. До новых встреч!